Это Вести Хакасия на телеканале Россия в студии Елена Крылова. Здравствуйте! И сначала о главных темах вечернего выпуска. Хакасия отправляет на Дальний Восток поезд с гуманитарным грузом. Уже второй состав сформирован. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На оптике это временно. Снег еще растает. Вместе с тем, по прогнозам, в ближайшие выходные по всей Хакасии минусовая температура. До минус 8 в районах и до минус 3 в Абакане. Хакасия продолжает помогать Дальнему Востоку. Два контейнера продовольствия по 20 тонн на днях отправятся в пострадавшую от наводнения Амурскую область. В списке все самое необходимое. Например, 7 тонн питьевой воды, 5 тонн муки, крупа, консервы, одежда и тепловые пушки. Все это собрали республиканские предприниматели в помощь Дальнему Востоку. Пока идет загрузка, скорее всего, продовольствие отправится в эти выходные. Ну а получить все амурчане смогут не так-то быстро. Лишь через полмесяца. Это время пути поезда. Стоит отметить, Хакасия в сентябре уже отправила в Еврейскую область вагон овощей, пиломатериалы и питьевую воду. Сегодня Дальнему Востоку помогает вся страна. Если не наводнение, то постоянную сырость уж точно устроили коммунальщики в одном из домов Абакана. В нашу редакцию обратились жители многоэтажки дома по улице Жукова 7. В их доме протекает кровля. Причем, как говорят люди, началось это два года назад после ремонта. За этот период жильцы обращались во всевозможные инстанции, но проблема так и не решается. Подробнее Виктор Лушников. Дальнему Востоку Меды от дождя видны на потолке и стенах в каждой квартире пятого этажа. Но самая страшная картина в подъезде. Штукатурка и побелка отваливаются слоями, стены буквально гниют. В помещении высокая влажность. Проблемы в доме по улице Жукова 7 начались два года назад после капитального ремонта мягкой кровли. Работой выполняла компания «Стройком» по заказу управляющей жилищной компанией Абакана. И первый же дождь показал, что ремонт некачественный. Жильцы сразу же забили тревогу, обращались во всевозможные инстанции, но результата пока нет. Мы обратились уже в республиканскую прокуратуру и в городскую прокуратуру. Компания зашевелилась. Акт технического осмотра подтверждает, что у нас там крыша сделана некачественно, ослоение мягкой кровли, непримыкание. На дворе 2013 год у нас крышу топит так же. То есть любой дождь у нас потоп. Действительно боимся с такой крышей уходить в зиму, потому что все разрушается. Жильцам управляющей компании объясняют, что они подали в суд на подрядчика и тот обязался провести ремонт 20 августа. Но на дворе уже октябрь, никаких работ не проводилось. В жилищной инспекции нам подтвердили, что за ремонт отвечает управляющая компания и обещали взять ситуацию на контроль. Собственники в данном случае могут обратиться в наш адрес, в адрес государственной жилищной инспекции, чтобы мы также подключились к решению этой проблемы, посмотрели, возможно, иные варианты выхода из этой ситуации. Во время подготовки сюжета стало известно, что уже в понедельник представители управляющей компании и подрядчика приедут в дом по улице Жукова-7 и выслушают все претензии жильцов. Деятельность скандально известного в Хакасии кадрового агентства «Меридиан» проверит полиция. Сегодня уполномоченный по правам человека Александр Чистотин передал все материалы, касающиеся вербовщиков в МВД Хакасии. В аппарат уполномоченного поступило 14 жалоб, все отработников рыбного комбината на Сахалине. Напомним, более 80 жителей Хакасии уехали летом на заработки в город Аха и в сентябре не могли вернуться домой. Руководство предприятия выдало им зарплату, которой едва хватало на дорогу. В заявлениях говорится, что именно кадровое агентство ввело людей в заблуждение. Директор пообещала заработок на Путине по 150-200 тысяч рублей. МВД проведет проверку по этому поводу. Пострадавшие настаивают на том, чтобы агентство вернуло им деньги. За информационные услуги оно с каждого клиента взяло по 4,5 тысячи рублей. В Абакане продавец магазина задержала банду воров и передала их силовикам. Все произошло вечером в одном из магазинов в подземном переходе. Константин Кравцов встретился с девушкой и узнал, на ее месте многие бы испугались. Сегодня Эльвира с улыбкой вспоминает ту историю. Очевидно, это пальто, но очень приглянулось одной из посетительниц магазина. Продавец успела заметить, как женщина запихала вещь в сумку, но уйти ей не дала. Закрыла отдел и вызвала охрану. Мне не было страшно, я ее уже помнила. Она у нас уже совершала кражу, и мне очень хотелось ее поймать в этот раз. Она пыталась угрожать, она пыталась кричать, что нужно ее отпустить, что она на самом деле ничего не крала. Все детали записала камера наблюдения. Вместе с блондинкой было еще двое мужчин. Все они активно интересуются товарами, даже примеряют, очевидно, для того, чтобы пустить пыль в глаза. В один миг Эльвира замечает, что девушка что-то прячет в сумке. Не растерявшись, закрыла дверь, нажала экстренную кнопку. Охрана примчалась за четыре минуты. Задержать удалось только девушку. Ее спутники подозрений у правоохранителей не вызвали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации за покушение на кражу. Известно, что ранняя гражданка судима за кражу и за сбыт наркотиков. Также она состоит на учете в наркологии. Стоит заметить, это далеко не первый случай в переходе. Хулиганы частенько ломают торговцам витрины, дебоширят, грабят. А кто-то даже устроил здесь ночлег, несмотря на то, что здание городской полиции отсюда буквально в двух шагах. А вот даже висит камера видеонаблюдения. Место не перестает быть злачным. Но, к сожалению, у силовиков нет возможности взять и организовать здесь постовой пункт. Вот и приходится бегать за воришками по горячим следам. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. В Абакане подростки украли из школы камеру видеонаблюдения. Она сама и сняла преступление. Все произошло в 24-й школе. С заявления в полицию обратился директор. Камера висела на фасаде здания. Подростки сорвали ее днем, разбили и разобрали на детали. Задержали их быстро. Мальчикам 13 и 14 лет. Они в этой школе не учатся. Подростки, поставленные на учет, ведется проверка. Добавим, что ответственность грозит только одному из них. Младший возраста уголовной ответственности еще не достиг. В Абакане продолжают благоустраивать северный проезд. На набережной Дрены появились первые кованые скульптуры полярных животных. Среди них олень, волк, морал. Особое внимание привлекает медведица с минвежонком на спине, который, видимо, немного подустал и решил повисеть у мамы на шее. Поселился в сибирском городке и житель теплых стран – тигр. Ажурные металлические скульптуры изготовили по заказу городской администрации мастера из цеха художественной ковки Черногорска. В понедельник зоопарк искусственного водоема украсит еще и снежный барс. Жители Абакана, гуляющие вдоль Дрены, благодарны мастерам и городским властям за такое соседство. Гуляем здесь каждый день, иногда несколько раз в день, но заметили скульптуры только сегодня. Мне необычно, оригинально, нравится. Мне олени нравятся, очень даже олени нравятся. Почему? Ну, они какие-то такие благородные. Нам нравится здесь очень. Для пенсионеров, ну куда мы можем больше убежать? Гора Ультак в Аскизском районе может стать официальной природоохранной зоной, а именно геологическим памятником природы. Тема обсуждалась уже не раз, и в Аскизе состоялись публичные слушания по этому вопросу. Рассказывает Наталья Гармашова. По мнению специалистов, в Хакасе несколько сотен культовых мест, в их числе и священная гора Ультак. Считается, что здесь обитают духи, хозяева горы. Сельчанам нужно их задабривать, чтобы жить в мире с природой. В переводе с хакасского Ультак означает «сложенная гора», причем не человеком, а природой. И действительно, ученые отмечают, гора с точки зрения геологии и палеонтологии – уникальное место. Дает возможность увидеть развитие нашей планеты. Эти древние растения, они произошли от водорослей и начали осваивать континенты только после того, когда уровень океана понизился. Они стали приспосабливаться к суше. И поэтому увидеть то, как было, является уникальным. Отпечатки древних растений, остатки окаменелых деревьев, которые, по мнению ученых, 360 миллионов лет назад могли достигать почти 100 метров в высоту, все это можно увидеть на склонах горы. Уникальный палеонтологический пласт очень тонок – от 10 до 30 сантиметров, зато тянется на 2 километра. Геологический памятник уровня, наверное, всей страны. Специалисты в такой большой промежуток расстояния, где находятся выходы этих останков минеральных, достаточно редко можно найти во всей стране. Исследователи уверены, Уитак хранит еще много тайн. Разгадать их можно при одном условии – сделать гору особо охраняемой природной территорией регионального значения. Однако местных жителей такая перспектива пока тревожит. Они могут остаться без пастбищ, расположенных у склонов. Как сделать соседство беспроблемным? На публичных слушаниях в Аскизе решали местные жители, районные власти, ученые. Предложение исключить из границ планируемого природного памятника природы всех пользователей земельных участков, арендаторов или собственников, для того, чтобы не затрагивать их интересы в хозяйственной деятельности. Уладить все нюансы удалось путем голосования. Общими усилиями собравшиеся определили примерные границы будущей заповедной площади. В планах дирекции по особо охраняемым территориям до конца года решить административные, юридические и экономические вопросы и уже в декабре открыть первый в Хакасии памятник природы геологического характера – гора Уитак. Наталья Громашова, Антонина Томачакова, Евгений Чаптыков, Вести Хакасия. И у меня на этом все. Приятных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok